Саратовский областной суд не согласился с доводами защиты и не изменил решение Фрунзенского районного суда и оставил Александра Гудека под стражей. А какие доводы вы приводили в его защиту сегодня? Могу сказать, что естественно мы не согласны с этим решением область суда. Сейчас мы будем прорабатывать вопрос дальнейшего обжалования данного решения. Во время судебного заседания нам, как и в суде первой инстанции, в суде второй инстанции, мы приводили множество доводов. Тут, прежде всего, необходимо понимать и надо дать оценку той информации, которая была размещена в средствах массовой информации. Средства массовой информации за эти дни давали несколько неправильную трактовку произошедших событий. Это связано с тем, что в пресс-релизе, опубликованной органами Федеральной службы безопасности, было указано, что Гудеком якобы похищались денежные средства у подрядчиков, которые имели отношение к нацпроектам. Тут защита может заявить о том, что в материалах дела, которым мы в настоящее время ознакомились, а мы ознакомились с теми материалами, которые следствие представило в суд в обосновании необходимости применения меропрещения, и также мы изучали постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, ясно и четко можно сказать, что это преступление, якобы инкриминированное нашим подзащитным, оно не связано с нацпроектами ни в коем образом. Ни в одном из документов, которые имеются в материалах уголовного дела, не звучит понятие нацпроект. Возможно, потерпевший когда-то имел отношение к какому-то национальным проектам или он что-то делал, но то событие, которое расследуется в уголовном деле и те взаимоотношения двух людей, это потерпевший Гройсман и в настоящее время обвиняемый Гайдук, оно не связано с нацпроектами и оно не связано с коммерческой деятельностью потерпевшего, связанным с нацпроектами. Это расследуется взаимоотношение двух человек, у них между ними имеются договорные отношения, гражданское правоотношение и между ними имеются долговые обязательства. Об этих долговых обязательствах не отрицает и сам потерпевший, это он прямо указывает в своем допросе. Вот следователь расследует эти взаимоотношения, нацпроектов никаких не существует, то есть подозреваемый и уже теперь обвиняемый Гайдук не похищал денежные средства, связанные с нацпроектами. В настоящее время расследование продолжается, мы полностью сотрудничаем со следователем, даем развернутые полные показания, я думаю, что следствие оценит их, будет принято какое-либо решение. В настоящее время оснований для применения такой самой жесткой мероприятия в виде заключения под стражей мы не усматриваем, так как он проживает в городе Саратове, не пытался и не будет пытаться скрыться, не оказывает никакого воздействия на потерпевшего, а все расследование дела упирается только лишь в позицию потерпевшего. Нет многочисленных свидетелей, нет многочисленных потерпевших, есть взаимоотношения двух лиц. И вот один из этих лиц, потерпевший, перевел эти взаимоотношения из-за разряда гражданскопородных отношений, перевел их в разряд уголовных отношений, обратился с заявлением, и вот это заявление трактовано следствием так, что примена мера пресечения. А господин Гайдук вину признает по выдвину? Нет, вину Гайдук полностью не признает, однако он объясняет ситуацию и объясняет, что произошло между ними. Все моменты мы объясняем и их оцениваем. Пока мы не можем нарушать тайну следствия, не будем, не будем тайну защиты также разглашать, но мы даем полные последовательные показания. Естественно, мы будем их давать, и у нас есть что сказать следствию. Мы не отказываемся от дачи показаний, мы с первого же дня давались показания, была проведена очная ставка. Да, с момента задержания изначально он был также допрошен в качестве подозреваемого, была проведена очная ставка с потерпевшим, в ходе которых он изложил четко и ясно свою позицию. Однозначно говорит о том, что по его мнению имеет место гражданские правовые взаимоотношения, которые подменяются несколькими иными понятиями, скажем так. Хотелось бы еще раз повториться, что как из постановления о возбуждении уголовного дела, так и вот из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое у нас есть, в нем не идет нигде ни слова о том, что какая-то связь нашего клиента с какими-то нацпроектами. И эти утверждения не имеют под собой абсолютно никакой почвы. Поэтому следствие продолжается, объяснение мы все даем, сегодняшнее решение намерено обжаловаться в конституционном порядке.